Педагог Педагог Однако самое главное – это человек, любящий детей. Любящий детей такими, какие они есть, с их непосредственностью, детским очарованием, с их открытостью, вниманием, стремлением к новому, но в то же время с их недостатками, с их капризами, неуемным темпераментом, с их сменой настроения и причудами. Настоящий педагог находится в постоянном поиске и творчестве. Он никогда не стоит на месте, занимается самообразованием, ищет новые подходы, приемы, методы обучения. Именно педагог может превратить обучение в настоящий праздник души. Очень важный принцип – это творческое содружество с родителями. Родители помогают педагогу создать более точное и полное представление об ученике, благодаря чему можно быстрее найти контакт с ребенком, лучше его понять. В результате этого сотрудничества возникает удивительный по творческому потенциалу союз «Педагог-ребенок-родитель». Еще один педагогический принцип – это ответственность. Педагог в ответе за результаты своего труда, за своих учеников и их знания. Как говорил Лис в замечательной сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» – ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Истинный педагог, прежде всего, настоящий друг. Между педагогом и ребенком должна возникнуть невидимая духовная ниточка, благодаря которой на занятиях будет царить творческая атмосфера и взаимопонимание, а ребенок будет работоспособным и самостоятельным. На занятиях я стараюсь увлечь каждого ребенка, создать комфортные условия для его обучения и развития. Для меня важно развивать в детях творческое начало. На занятиях дети выполняют творческие задания на развитие слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. Это подбор и досочинение мелодий, транспонирование мелодий от разных клавиш, подбор аккомпанемента. Благодаря этим упражнениям у учащихся развиваются творческие способности, музыкальное мышление, память, воображение. Обучение игре на фортепиано – это не только ежедневная кропотливая работа в классе и дома, но и выступления на концертах, участие в праздниках, фестивалях и конкурсах разного уровня. Как любому педагогу, мне очень важно видеть результаты своей работы, а потому особенно приятно отмечать победы моих детей в различных конкурсах и фестивалях. Мои ученики в своих отзывах пишут замечательные слова о занятиях. В музыке я могу найти себя. Играть на фортепиано – это увлекательно и интересно. Музыка не только является моим любимым делом, но и открывает новый мир. На мой взгляд, эти слова – высшая оценка моего труда. Они вселяют в меня оптимизм и являются стимулом в моей творческой педагогической деятельности. Уважаемые педагоги, будьте профессионалами своего дела. Постоянно совершенствуйте свое педагогическое мастерство. Идите в ногу со временем. Изучайте современные технологии, в том числе компьютерные, которые помогут сделать ваши занятия еще интереснее. В каждом проведенном вами занятии должна быть жизнь. Создавайте на занятиях творческую атмосферу, творите вместе с детьми, придумывайте новые приемы и методы обучения, дидактический материал, наглядные пособия. Используйте цифровые материалы для того, чтобы увлечь детей. Сотрудничайте с родителями. Они большая поддержка и помощь педагогу в его труде. Учите детей с радостью. Любите свою работу и свой предмет. А главное, любите детей. Еще Лев Николаевич Толстой писал, если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова